Взгляд Дайте России Время Л. Дайте России Время 5 июля 2019 года 17.10 фото Дарья Иванова Слеш Интерпресс Слеш ТАС В последние 4 года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области 100 километров от МКАД То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы увидеть, как на самом деле у нас живут люди В статысячный раз наткнулась на знакомый формат дискуссии Некто иногда иностранец, иногда россияним пишет о впечатляющих позитивных изменениях, произошедших в России за последние годы, перечисляя их по пунктам и приводя конкретные примеры На текст набегает куча комментаторов, которые устраивают холивр Одни подтверждают описанные наблюдения, другие горячо их опровергают Аргументы критиков сводятся к двум пунктам Первый, указанные позитивные изменения не более чем потемкинские деревни, абсолютно поверхностные и никак не касающиеся большинства Второй, Москва не Россия, вы отъедете на 100-200 километров от МКАД, и тогда увидите, в каком ужасе и безнадеге живет настоящая страна Глупо спорить, что положительные сдвиги впрямь наиболее масштабные и заметные в столичных городах Хотя надо отметить, что их перечень уже давно не исчерпывается исключительно Москвой и Питером Краснодар, Казань, Екатеринбург Список можно продолжить Однако это возвращает нас к судьбе населенных пунктов тех сел и маленьких городов, депрессивных и разрушающихся, которые и приводятся как пример настоящей России Ну что ж, давайте поговорим о них Вернее, я расскажу о собственном опыте и личных наблюдениях одного такого городка Несколько лет назад наша семья купила дачу, и вот уже 4 года я много времени провожу в Струнино Александровского района Владимирской области 100 километров от МКАД, 13 тысяч жителей Название города в прошлом году прозвучало на всю страну, поскольку горожане стали участниками прямой линии с президентом с проблемой Хорошо знакомой многим маленьким населенным пунктам по всей стране, закрытии городской больницы Струнино один из самых проблемных городов Владимирской области В мое первое знакомство с ним он произвел даже несколько шокирующее впечатление У меня большой опыт поездок по стране, но я уже очень давно не встречала настолько угнетающие картины Город являл собой прямо-таки воплощение всех штампов об умирающей российской глубинке От убитых на смерть дорог, что производило особенно сильное впечатление на контрасте с отличным состоянием федеральных и региональных трасс в нескольких километрах Из жутко обшарпанных фасадов домов, от откровенно убогого ассортимента магазинов, рассчитанного на крайне скромно живущее население До синих от пьянства хануриков, дремлющих прямо на земле у тех же магазинов Я уже не припомню, когда в Москве в последний раз наблюдала такую картину Для меня человека, наблюдающего за городом одновременно и изнутри, и немного со стороны хорошо видны изменения Позитивное изменение, происходящее в Струнина Вот, пожалуй, основные дороги в городе по-прежнему откровенно плохи Но все-таки это уже ужас, а не ужас-ужас-ужас, который был 4 года назад Количество страшных, облупленных и даже обрушающихся фасадов поуменьшилось не критически, но для внимательного взгляда заметно Причина, скорее всего, в явном оживлении бизнес-активности Все больше магазинов и коммерческих контор ремонтируют и подновляют собственные помещения У них появились на это деньги Увеличение предпринимательской активности в первую очередь торговли и строительства заметно на каждом шагу Масса крошечных палаток и павильончиков у меня на глазах превратились в полноценные магазины Обустроенные стройбазой и прочие цивилизованные площадки Сильно улучшился за счет товаров более высокой ценовой категории продуктовый ассортимент в магазинах Причем речь не только о сетевых супермаркетах Струнина теперь может похвастаться несколькими специализированными торговыми точками Которые в Москве стали бы хитовыми местами Какие тут молочные продукты и сыр из близлежащей фермы Про хлеб, что пекут в местной пекарне Популярнейшее место, в котором почти всегда очередь Можно сложить поэму В этом году меня ждало легкое потрясение В центре городка привели в порядок и обустроили старый сквер Бывший до того заросшим гадюшником К которому даже подходить было брезгливо Теперь там дорожки, газоны, лавочки и граждане С явным удовольствием на них сидящие Актуальным становится вопрос Будут ли сквер поддерживать в таком состоянии Но это уже покажет время А еще обращение к Путину помогло И жители отстояли городскую больницу В которой за год сделали ремонт Правда, еще не во всех корпусах И обеспечили нужным оборудованием Кстати, в этом году я пока ни разу не натыкалась на пьяных Валяющихся у петерочки Возможно, это случайность Вот только в предыдущие годы мне так не везло Офа, пусть вас не вводят в избыточный оптимизм Мои описания На нового человека Струнина по-прежнему произведет Не лучшее впечатление Бедность и разруха Потребуется еще очень много усилий и ресурсов Чтобы городок перестал быть и выглядеть депрессивным Вот только я точно знаю, что на это есть надежда Потому что динамика развития этого глухого российского угла Одного из многих тысяч в стране отчетливо положительная Именно поэтому на извечные онлайн-споры У меня один ответ тот же, что и у Столыпина России нужно время Дайте России время 20, 30, 50 лет спокойной жизни И поступательного движения вперед И вы ее не узнаете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...